Истории, краеведение, православная культура и особенности быта народов края, современная наука и искусство, творчество профессиональных художников и народных мастеров, тематический и экспозиционный диапазон материалов городского музея невероятно широк. Музей природы с естественно-научной коллекцией был открыт в засекреченном Арзамасе-16 в 1957 году. Так началась его долгая и насыщенная история. На самом деле музей – это сокровищница. Это то удивительное и необыкновенное, что останется с нами всегда, то, что мы сможем передать будущим поколениям. И самое вообще в этом уникальное, знаете, что для этого надо создавать все условия, чтобы это все сохранилось. Торжественное мероприятие, посвященное юбилею музея, провели в кинозале художественной галереи. Много теплых слов услышал в свой адрес сплоченный творческий энергичный коллектив музея от гостей праздника. Собравшихся поздравил глава города Алексей Сафонов, а также заместитель председателя городской думы Андрей Немчинов. Не обошлось и без подарков. Руководство ядерного центра приготовило для музея панно с видами Саровского монастыря. Также сотрудников музея поздравили директоры учреждений культуры города. Вот я сегодня сидел в зале и обратил внимание на людей, которые выходят сюда для награждения. Дорогие коллеги, у вас у всех очень добрые, светлые, позитивные лица. У вас очень теплый коллектив. Я хочу пожелать вам, чтобы вот эта дружная, жизнерадостная атмосфера в вашем коллективе сохранилась всегда. За бескорыстное служение музейному делу, преданное и честное отношение к своему труду, сотрудникам музея вручили благодарственные письма и почетные грамоты. Музыкальный подарок приготовили преподаватели Дыши номер 2, ансамбль «Комплимент». Как и на любом дне рождения, не обошлось и без торта. Правда, он был особый в форме книги с надписью «История музея», том 65, продолжение следует.